Пушкинская карта – бесплатная духовная пища даже для самого бедного студента. С 1 сентября все учащиеся страны от 14 до 22 лет смогут оформить Пушкинскую карту, которая позволит посещать все культурные учреждения за счет бюджетных средств. Номинал карты – 3000 рублей. В правительстве страны решили – это хорошая мера поддержки для работников в сфере искусства во время пандемии. Например, в 2020 году только алтайские театры потеряли 60% зрителей. Ажиотаж не случился и после снятия ограничений весной этого года. Вы знаете, мы надеемся не только на эту возрастную категорию, не только студенты и ученики. Мы все-таки рассчитываем, что они станут неким катализатором для своих, возможно, ближайшего окружения, для своих родственников и будут привлекать к совместным походам, может быть, своих младших сестер, братьев, либо более старшее поколение. Поэтому я думаю, что благодаря этой карте охват зрителя, конечно, увеличится в целом. В 2022-м баланс карты увеличат с 3 до 5 тысяч рублей. Обналичие деньги нельзя, накопительной функции тоже нет. Неиспользованные в течение года средства вернутся в бюджет. Но вряд ли студенты упустят возможность бесплатно сходить на премьеру или выставку. Билеты достаточно дорогие, особенно на те концерты, на которые хочется. И поэтому приходилось иногда от чего-то отказываться. Поэтому карта – это спасение. На моей памяти это такой первый проект в России. Я очень люблю ходить в театр, но иногда билеты достаточно дорогие, и для студентов не всегда есть какие-то скидки. На концерты я вообще и в театр никогда не ходила за свой счет, потому что денег мне не хватало. Поэтому я очень рада, что у нас появляется такая возможность. Такая возможность теперь есть и у школьников. Мне кажется, это уникальная возможность, так как не у всех семей есть возможность тратить деньги на то, чтобы ходить классом куда-то. Многие дети из-за этого, в принципе, нигде никогда не бывали. А так практически все школьники с 14 лет могут посетить музеи, театры. Доктор Гипс входит в дом. Все в порядке прям? Да! Родина, как кошка! Кстати, репертуар по пушкинской карте ограничен. Все спектакли и выставки будут направлены на патриотическое воспитание. План мероприятий появится на портале культура.рф. Всего на пушкинские карты выделят более 4 миллиардов рублей. И потенциальными смогут воспользоваться около 13 миллионов школьников и студентов по всей стране. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.